Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую! В сегодняшнем нашем выпуске я постараюсь ответить на фото-вопросы. Фотографии были присланы от наших подписчиков на портал процветок.ком. Они будут касаться вопросов болезней, каких-то симптомов на томате. Я дам советы по каждому случаю и надеюсь, что они очень помогут. Итак, начнем с проблем томатов. И там будут еще интересные фотографии с другими садовыми и огородными растениями. У нас эксперимент на карантине. Полторы тысячи томатов посадили с нуля. Триходерма, фитоспорин регулярно и так далее. Но то, что я здесь вижу, это, конечно же, физиологические проблемы. Проблемы стресса. Была жара, была засуха наверняка. Вот эти подкрученные в трубочку листья, как правило, и являются проблемой отсутствия хорошей адаптации у томатов. И есть сортовые особенности. Некоторые сорта более чувствительны к подобного рода стрессам, нежели чем другие. Пожалуйста, посмотрите наши ролики на канале Процветок об антистрессовых препаратах. Всевозможных это янтарная кислота, и дрожжи, и максимум, и псевдомонатные препараты, стимулы бульвер. И вы с большой долей вероятности порешаете эти проблемы. Ну, не так они страшны на самом деле. Что с горохом? Вредители не видно. Вот то, что я здесь вижу, это основные симптомы. Вот такие подсыхания бобов. Симптомы на листьях. Больше всего это похоже на корневую гниль, вызванную фузариум. Больше всего это похоже на корневые проявления фузариоза. Также я вижу небольшие признаки ржавчины и легкого бактериоза. Здесь, конечно же, должны работать препараты на основе синой палочки. Они, как правило, с подобного рода симптомами справляются. Бактоген, аллерин, гомаир, бактофит, прочие такие вот препараты обычно помогают. Следующий вопрос. Клубника, вот интересно, 2 мая высадил кассетную рассаду. Вянуты, затем сохнут молодые листочки. Обрабатывал несколько раз, триходерма, байкал. Проливал бесполезно. Ну, про байкал я рассказывал неоднократно. Нет смысла им проливать. Там сидит та же самая бактерия, которая вызывает образование кислой капусты. Поэтому большого толку от байкала не будет. Синая палочка, это хорошо, конечно. Но больше всего это похоже на запущенную корневую гниль. И скорее всего, что корень там уже умер. Листья на своих ресурсах потихоньку доживают, отмирают. Это могут быть разные возбудители болезней. И фузариум, и фитофтор, и прочее. Вам надо делать хорошие массированные обработки оставшихся в живых растениях. А вот такие растения, у которых посередине черешок уже высох, перетяжечка образовалась, вот эти сосудистые вещи уже пошли. Их надо удалять как можно скорее и активно проливать препаратами синой палочки эти лунки. Для того, чтобы не разнести все это по всему своему клубничнику. Поэтому заражение с большой долей вероятности было еще в питомнике. И было еще в контейнере, из которого вы вынимали, из которого вы покупали эту рассаду. Пион, инфекционное заболевание. Извините, если не по теме, ничего страшного. Если не по теме, все равно мы на все-все-все ответим. Вот понимаете, я, конечно, мне очень это интересно смотреть. Просто замечательно, потому что это такие, ну просто сверх яркие симптомы вирусной инфекции. Конечно, для фитопатолога такие фото находка, такие яркие проявления этой инфекции. Ну а для хозяина пиона беда. Придется пион выкопать и уничтожить. Лечения, к сожалению, этого заболевания нет. Старайтесь не допускать развития нематоды на наших участках. Посмотрите наши ролики о нематоде. Ну и различных вредителей, которые разносят эту инфекцию. Это и цикадка, и тли, и белокрылки, если они у вас там летают. Обязательно избавляйтесь от них. Здравствуйте, подскажите, что за пятна стали появляться на листьях у томатов. Замечательные пятна, замечательные в кавычках. Ну это такой крик восторга от фитопатолога и большое сочувствие хозяину этих томатов. Это бактериоз. Я бы с удовольствием выделил оттуда бактерии, которые вызывают эту инфекцию. Но обязательно используйте препараты сеной палочки. Фактически, альтернативных лечений для бактериозов на томате нет. Сеная палочка поможет. Каждые 7 дней обязательно обрабатывайте. И убирайте вот эти листья с их симптомами. Пропала вся высаженная рассада в теплице. За 3 недели перец пропал. За 2 дня червяк съел корни. Потом с теплицы перешел на картофель. Картофель не растет, ботва черней и церняков нет. Конечно, вы показываете личинки. Это личинки разных вредителей. Личинки, безусловно, могут быть причиной повреждения этих растений. Но, в первую очередь, здесь инфекция сделала свое черное дело. То есть, личинки нанесли повреждения, а уже инфекция внедрилась и завершила, так сказать, вот это гиблое дело. Поэтому надо работать обязательно в двух направлениях. И уничтожать вот этих вот личинок. Их очень много, конечно. Надо разбираться, почему их так много. И обязательно убирать грибковую, скорее всего, здесь инфекцию. Поэтому выбирайте, что вам ближе. Вы можете использовать химические синтезированные препараты для борьбы. Там актары проливать. Буквально там подобного рода препаратами. И обязательно, обязательно используйте сеную палочку, триходерму. Ну, то есть, вот этот весь комплекс защитных мероприятий, который защитит корни. Вот все, что защищает корни. У нас много роликов, много информации про это. Обязательно вот этим надо пользоваться. Здравствуйте, подскажите, что с помидорами? Здесь, конечно, острая нехватка элементов питания. Калия, магния. Если бы увидеть более такие красивые фото, что ли. Конечно, я могу сказать, что мне кажется, что здесь еще есть признаки ЭДЭ. Эдемы на томатах, потому что неразвиты семенные камеры. Я не вижу здесь семян. Поэтому это может быть еще ЭДЭ на плодах. Ну, вот, да, очень похоже. Но здесь еще и не хватает питания. Очень не хватает. Что наросло? Моя теплица замульчировала свежескошенной травой. Здесь наросли сапротрофные грибы. Бояться их не нужно. Это ничего страшного. Здесь больше меня волнуют вот эти дырки на листьях. Чего-то там, как будто бы монголь там или что-то там такое сидит. Интересно. У вас в этой же теплице какие-то вредители их подъедают. Поэтому... Грибов бояться не надо. Если они вас беспокоят, вы можете обработать сверху триходермой. Она этот гриб съест и будет хорошо дружить с мульчей. У бабушки проблема с листьями на томатах. Это ярчайшее, яркое, очень яркое проявление бактериоза. Следуйте тем советам о бактериозе, которые я только что дал. И, конечно, было бы интересно получить образцы. Ну, что поделать? Ну, на самом деле, если у кого-то есть вот какие-то такие симптомы бактериозов, и ему не жалко времени и там каких-то копеек на то, чтобы прислать их, вы можете положить это в полиэтиленовый пакетик, высушить эти листики, положить полиэтиленовый пакет, буквально файлик запихнуть в конверт и прислать на адрес, почтовый адрес процветка. Для того, чтобы мне передали, я буду очень вам благодарен. Я собираю всевозможные патогены овощных растений. Мы тут с детьми экспериментируем. Что с хиномелисом? Здравствуйте. Что с моей айвой? Я подозреваю, что здесь были какие-то сносы гербицидов. По крайней мере, это больше всего похоже на гербицидное повреждение в виде вот такого острого хлороза. Возможно, обрабатывали газоны где-то поблизости в ветреную погоду. Подумайте об этом. Здесь помогут просто хорошие подкормки и восстанавливающие мероприятия. Дрожжи, интерна кислота, псевдомонадный препарат. Весь этот комплекс вполне может вам помочь. Здравствуйте. Помогите определить заболевание, склоняюсь к вирусному и так далее. Ну, это, конечно, тут какой-то прям букет симптомов. Ну, первое, что я могу сказать, что здесь точно есть механические повреждения от веревочки. Вот на первом фото это, в принципе, хорошо видно, потому что вот эти такие стрики, да, как бы, ну, сказать, штрихи, очень повторяют, как если бы эта верхушка была завернута на вот этот шпагат. Поэтому это здесь есть механические повреждения, безусловно. Вот также я вижу стрики, которые характерны для такого заболевания, который и называется стриг. Также для стрика характерны вот такие некрозы. Это второе фото. И вот здесь, на третьем фото, я также вижу такие растрескивания ствола и также черные такие почернения листиков, также деформации. Вижу листь точков, которые очень-очень характерны для вирусной инфекции. Ну, и на четвертом фото я вижу действительно и признаки вирусной инфекции, а также признаки вторичной инфекции. И также вижу все, что все это усугублялось солнечными ожогами. Кроме того, ну, не обязательно это именно стриг. Это может быть также болезнь, которая называется мозаика огурца у томата. Но в любом случае это вирусное заболевание и вторичная грибковая инфекция. Вам надо удалять такие растения полностью и делать тотальную обработку всей теплицы, многократную обработку различными препаратами, сенной палочкой. Обязательно вносите триходерму по почве, чтобы улучшить светосокетарное состояние вашей теплицы, а также боритесь с насекомыми вредителями, переносчиками вирусных заболеваний. Трипсы, тли, белокрылки, цикадки, вот они все должны быть уничтожены. Пятна на нижних листьях у томата. В чем проблема? Это просто очень сильное голодание по магнию. Обязательно сделайте подкормки по нашим рекомендациям. Томаты черри черные, поражены все плоды на самой нижней ветке. Само растение здорово, 2 метра высотой, с толстым стеблем и здоровыми листьями. Есть такой симптом, это не инфекция, есть такой симптом у томата, который называется внутреннее погурение плодов. Плюс я вижу здесь солнечный ожог и вторичную инфекцию. Это все признаки перекорма азотом вкупе с толстым стеблем и здоровыми листьями. То есть это перекорм азотом. Скорректируйте кормление томата, скорректируйте свои подкормки, дайте побольше калия туда, дайте побольше фосфора. Не кормите зеленым удобрением, если вы им пользуетесь. Не кормите пока что азотными удобрениями, обязательно скорректируйте подкормки. И сделайте также тотальную обработку, чтобы убрать вот эти источники вторичной инфекции. А это тоже нехорошо. Заболели черри, сохнут листья с плодами, пока все в порядке, спеют раньше всех. Это очень хорошее фото, надо чтобы все любители томатов на них посмотрели. Это яркие симптомы поражения паутиным клещом. Обязательно сделайте здесь обработки против паутинного клеща. И помните, что такие препараты серы, ПФК, Лерос, ПСК, жидкая сера, я их называю, они очень-очень помогают справиться с паутинным клещом. Ну, конечно, актофит, фитоверные родственные препараты тоже помогают. Сама не смогла определить, что с моими томатами. 7 дней назад все было хорошо. Опрыскала по листу сывороткой на шатерный спирт. Спустя неделю обнаружила эти пятна. Больше всего мне они напоминают повреждения от обработки. Я так подозреваю, что вы переборщили с нашатырным спиртом. Больше всего это похоже на такие неинфекционные ожоги, поражения. Поэтому постарайтесь не переборщивать с концентрациями, не делать обработки в жару и не делать обработки по непролитым растениям. Сделайте восстановительные подкормки с помощью дрожжей, янтарной кислоты. Вот все, о чем мы говорили, и все наладится, все будет хорошо. О, какая интересная фото. Обнаружилось это что-то в палисаднике. Сначала подумала, что клуб кошачьей шерсти. Это очень похоже на гриб, который называется постия. Постия пухлобрюхая. Посмотрите на фотографии в интернете, возможно, они вам подскажут, похоже или нет. Может, это не именно пухлобрюхая, но и ее родственники. Возможно, вы использовали много опилок, вносили какие-то древесные остатки. И поэтому у вас она выросла. Она вообще растет на старых остатках. Вот я вижу у вас здесь остатки стеблей, наверное, каких-то прошлого года. Вот она на них и заселилась. Она, эти растительные остатки, очень любит солому и все такое прочее. Вообще, в огороде она редкость, она вообще в принципе редкость. Так что, в какой-то степени вам повезло. Бороться с ней не надо, она абсолютно безобидна. Поэтому пусть живет, пусть растет. Ничего страшного. На отдельных плодах томатов сверху вокруг плодоножки образовалась бурая кайма с сетчатым растрескиванием. Чем вызвана эта проблема? Эта проблема вызвана целым комплексом причин, которые характерны для образования трещин, растрескивания плодов томатов. Обязательно посмотрите ролики на канале про цветок. Мне кажется, что я очень подробно постарался рассказать об этой проблеме. И в прошлых сезонах я рассказывал, и в этом году что-то рассказывал. Так что, обязательно посмотрите и выявите именно ту причину, которая характерна для вас. Ее устраните. Устраните и эту проблему. Трещины бывают, напомню, вдоль от места, где прикрепляется плодоножка к вершине. А также они бывают по кольцу. Поэтому обязательно посмотрите какую-то из причин. Помогите определить, что случилось с томатом. Заранее благодарен. Это очень тоже такой яркий бактериоз. Если добыть ваши листочки при выделении патогена, это было бы очень-очень интересно. Ну а вы, пожалуйста, удаляйте эти листочки и делайте тотальную, регулярную, каждую сенью обработку хорошими, мощными препаратами против бактериозов. На основе сенной палочки. На томатах пятна прозрачные потом становятся сухими. Рассматривая слупы, никаких паразитов не видно. Там кто-то ответил, пользователь, что от перелива. Да, такие симптомы действительно характерны для перелива. Но для перелива на них еще появляется желтая кайма. Если же они впоследствии делаются как пергамент, это или повреждения от обработок, слишком крепкие растворы, или же это такие ожоги именно от брызг. То есть брызги попали, потом на молодые листочки солнце очень яркое засветило и появляются вот такие вот симптомы, достаточно характерные. Поэтому старайтесь обрабатывать ваше растение тонкой струйкой, чтобы не было крупных капель и обязательно во время, когда нет яркого солнца. Утром, вечером или в такую пасмурную погоду. Хочу знать, что это. Пожалуйста, томатов посадили много разных на некоторых сортах листья, покрутили вверх. Еще на втором фото болезнь менее распространена, но бывают листья с бугорками. Спасибо, только учусь. Вот на первом фото я вижу, я такое хорошее магниевое голодание, обязательно сделайте магниевую подкормку, мы говорили об этом не раз. На втором фото я вижу, что здесь крученные листья это стресс, наверное было жарко, где-то подсохли ваши томатики одновременно с жарой. На третьем фото, в принципе, я вижу та же самая проблема есть. Ну, что такое с бугорками, мне не очень понятно, если честно. Ну, если на листьях образуются бугорки, то это может быть эдемово, если жилки такие вспухают, то это нерегулярный полив. То есть, это качели, то полива не хватает мало, то полив очень-очень сильный. В принципе, эти стрессы убираются дрожжевыми подкормками, вентарной кислотой и прочими антистрессовыми препаратами, о которых достаточно много информации на нашем канале про цветок. Ну, и последний вопрос, очень, кстати, важный, чтобы все его посмотрели, досмотрели. Что с моими томатами растут? Теплицы, 4 куста, как вареные, в разных местах, политое, пересуха, небо, азот, калий, все есть. Это, конечно же, к сожалению, к моему огромному сожалению, это сосудистые заболевания. Я склоняюсь к тому, что это фузариоз, но вот, судя по верхним листочкам, там такие пятна, это уже там корневая гниль, фузариозная, ну, возможно, вертициллиоз какой-то. На бактериоз сосудистый не очень похоже, но тоже не исключаю. Надо бы видеть, что там в середине стебля. Надо разрезать и смотреть, коричневый, не коричневый, сочится оттуда жижа какая-то или нет. Эти растения обязательно, в обязательном порядке подлежат удалению. Все остальные обязательно надо тотально обрабатывать препаратами сеной палочки, потому что от этих проблем, фактически, химически синтезированных препаратов нет. У что ж, на этот раз это последнее фото, но будут и выпуски еще.